Как стать разработчиком игры, если ты совсем оладушек? Какие программы понадобятся и можно ли создать игру, показывая программированию средний палец? С вами Арталаски и сегодня я расскажу всё, что нужно знать для того, чтобы стать разработчиком игр. В последние годы разработка игр перестала быть чем-то волшебным и дико сложным, о чём я не раз повторялся в своих видео. Плохо это или хорошо, вы всегда можете узнать в комментариях или выразить там своё собственное мнение. Сейчас речь о том, как же стать разработчиком игр, а вот какие именно игры вы станете делать, уже будет на вашей совести. Просто в комментариях частенько пишут, что поток недоигр в стиме это моя вина, так как я научил арду школьников создавать простые игрушки. Но если вы рисуете детородный орган на заборах, это не вина вашего учителя по рисованию? Но вообще сразу же хочу сказать, что хоть разработка игры стала очень доступной, это не значит, что вы создадите шедевр за пару часов. Будьте готовы к моментам тотального непонимания происходящего, как это работает, почему это работает, почему ты сделал одно, а заработало совсем другое. В первую очередь, вспомните, какие игры вы хотели бы сделать. GTA, Need for Speed, Ведьмак, Skyrim. Так вот, вспомните и забудьте! У дел инди-разработчика небольшие игры, а именно им вы станете, если начнёте делать игры самостоятельно. Если же вы хотите в профессиональный геймдев, там всё одновременно и сложнее, и проще. Но это тема для отдельного видео, и если этот ролик наберёт 1000 лайков, я его обязательно сниму практически сразу. Идея! Начнём с малого. Для любой игры нужна идея. Даже если её придумали до вас уже 100 раз. Е. Вам всё равно нужно всё продумать от начала и до конца. Придумать игру в процессе её создания идея вообще так себе. Это самая частая причина и даже ошибка, из-за которой бросается разработка тысячи проектов. Ну нахер! Просто сначала вы делаете один элемент игры, потом думаете, как сделать другую его часть. И если у вас что-то не получается, или вы вдруг понимаете, что играется-то это не так весело, как казалось вам в голове, то проект благополучно отправляется в попку-топку. Но ты видел! Видел! А это потеря времени. Так можно начать десятки проектов, и ни один из них не закончить. Поэтому берёте плакнот, или открываете ворд, да хоть заметки на телефоне, и прописываете там весь процесс игры, все её правила, всех персонажей, врагов и даже расположение менюшек. Говоря профессиональным языком, создаёте дизайн документов. А где брать идеи? Многие интересные идеи уже придумали до нас. Или же сын маминой подруги сделал такую же игру, и она заработала бешеных денег. А про ваш оригинал так никто и не узнал. Такое тоже бывает, не стоит расстраиваться. Пока вы в начале своего пути, одним из лучших вариантов будет создание клонов уже существующих игр. И нет, не надо сразу бежать делать Майнкрафт! В этом мире полно других игр! Правда? В общем, определитесь с платформой, на которой вы будете делать игры, определитесь с их жанром, ну и конечно же с визуальным стилем. А затем играйте в сотни, тысячи подобных игр, и вы увидите множество интересных и классных решений, которые вам остаётся лишь повторить, либо сделать аналогично, но по-своему. Steam или не Steam? Вот попадос. Я вам советую начать с мобильных игр. Там очень низкий порог вхождения, и игроки не такие требовательные, как в том же Steam, и особенно на консолях. Но согласитесь, играть в какой-нибудь сайдскроллер или матч 3 гораздо веселее на мобильных платформах, чем на ПК. Хотя я вообще не понимаю, как люди играют в матч 3. Про создание игр на консоли, вроде PlayStation или Xbox, забудьте на какое-то время. Это совершенно другой уровень качества, ребята, там много заморочек, как юридических, так и в плане разработки. Конечно, вы можете найти издателя, который адаптирует вашу игру под консоли, заморочится с переводами и решит множество юридических проблем, на которые вам не придётся тратить своё время и силы, но это должен быть действительно качественный продукт. В общем, тема не для новичка. Если хотите ретарности, делайте игры для айфонов. Но вам понадобится сам айфоний для тестирования и макпук для создания билда. Без этого разработка игр на Йосио не предоставляется возможной. Никак. К слову, создание мобильных игр тоже имеет свои нюансы, начиная с установки необходимых библиотек и подключения к движку, и заканчивая правильной публикацией игры в Google Play. Поэтому то, что вы можете сделать уже сегодня, это начать создавать игры на компуктер. Так где же их создавать-то? Много есть движков и конструкторов игр, как для опытных разработчиков, так и для зелёных новичков. Но из всего этого множества я выделяю лишь Юнити, Констракт 3 и Анриэл. Если будете создавать мобильные игры, то Анриэл вам не нужен. Либо Юнити, либо Констракт 3. Юнити бесплатен, относительно. Он отлично подходит как для мобильных игр, так и для компьютерных. Легко встроить рекламу. А за дополнительную плату есть визуальное программирование. В освоении он достаточно прост. Нужно лишь посидеть недельки-две за хорошими уроками, которых достаточно много, кстати. А вот Констракт не так прост, как кажется. Но при этом он всё равно в десятки раз проще Юнити. Визуальное программирование уже прямо из коробки. Какие-то простые игры можно создать буквально за час-полтора и уже сразу портировать их на Android и на iOS. Но он платный. Для многих это камень преткновения. И разработчики, кстати, совсем не против. При условии, что вы будете его просто изучать. Но если решите создавать коммерческие игры, то вы, конечно, обязаны его купить. И не смотрите в сторону геймейкера. Зря потратите деньги. Много денег. Геймплей. Когда вы определитесь с конструктором, вам следует начать его хорошенько изучать. И уже в процессе обучения вы создадите несколько небольших мини-игр. И мой вам добрый совет. Не поскупитесь на курсы. Потратив пару тысяч рублей, вы сэкономите себе столько сил, нервов и самое главное времени, что это пара тысяч в просто копейки. Конечно, вы можете искать информацию сами по крупицам на ютубе, сайтах, форумах. Но это займет очень много времени, и вы там не получите такой структуры и фундаментальности знаний, как, например, у тех же Unity Study, где вы создадите свои первые игры на Android чуть ли не с первых уроков. В общем, время-деньги и поиски бесплатной информации по крупицам заберет у вас гораздо больше ресурсов, чем вы предполагали. Но мы отвлеклись. Я знаю, как вы ждете ответа на вопрос, можно ли создать игру без программирования. И вот что я вам скажу. На этом у меня все, другие друзья. Если это видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был Арталаски. Пока! Да ладно, ладно, ну конечно же можно создавать игры без программирования. И вот несколько вариантов о том, как это можно делать. Вы можете освоить визуальное программирование, или, проще говоря, алгоритмизацию. Можете найти специалисты, который сделает вам механику игры за деньги. Купить уже готовый шаблон, в который останется ставить графику, музыку, собрать уровни и так далее. В общем, только творческая часть. Ну и наконец, можно просто найти желающих помочь в пабликах, на сайтах и в форумах. А также в комментариях под этим видео. А шо с графикой, брат? Поясни за графику. С графикой, брат, всё намного проще. Если ты художник, то нарисуешь её сам. А если у тебя лапки, то вот несколько альтернативных вариантов. Можно использовать уже готовые наборы графики, как бесплатные, так и покупные с магазинов. Это дешевле, чем заказать её индивидуально под свой проект, что, кстати, является ещё одним вариантом. Можно попробовать научиться рисовать её самому, что, кстати, не так уж и сложно. Например, по урокам с моего канала и по курсам. Как вариант можно найти раба? А, в смысле художника, который нарисует вам графику для игры за процент от прибыли или за фиксированную плату. Может, даже просто ради опыта и ради портфолио. Но это так себе вариант, далеко на нём не уедешь. Самым простым решением будет купить графику на том же Unity Asset Store или, ещё лучше, на Крафт Пиксе. Ой, а с музыкой-то чё делать? Далеко, там, где небо кончается, край, ты найдёшь. Ссылки на музыку и звуки в описании под этим видео. Скачивай и используй в своих проектах. Раск. А компьютер-то потянет? Ну, тут зависит от того, какие игры вы собираетесь создавать. Бытует мнение, что разработка игр на слабеньком ПК даже лучше. Мол, будешь лучше оптимизировать игру, и на мощных ПК она вообще будет летать. Чё за нахер? Тот, кто это придумал, либо далёк от создания игр, либо самый настоящий мазохист. Ждать по 10 минут, пока откроется фотошопа или 3D Max. Ждать компиляцию билда по часу вместо нескольких минут. Не иметь возможности посмотреть, как твоя игра будет выглядеть на максимальных настройках. Да и просто многие программы крайне требовательны к ресурсам компьютера. И много-много-много-много-много всего ещё. Тут дело в скорости работы и продуктивности. А когда всё лагаааает, долго гру... Узица, то никакого удовольствия от работы не получишь. Я начинал со старенького, среднего ноута. Его вполне достаточно, чтобы делать пиксельные платформеры или мобильные аркады. Если у вас есть макбук, то ещё лучше. А вот для создания шутеров от первого лица, хорроров, экшенов, тут уже требуется мощный ПК стоимостью от 70-80 тысяч при умной сборке. Потому что готовые варианты в магазинах будут стоить не меньше 150 тысяч рублей. И скорее всего там ещё чего-то будет не хватать. Ну а если хотите, чтобы я рассказал про свою машину Игростроя, пишите об этом в комментариях. Несмотря на всю свою доступность, создание игры всё равно требует немало времени и сил. А они есть не у всех. Поэтому неплохой вариант присоединиться к какому-либо проекту, участвовать в джемах или просто проектах ради опыта. И вы довольно быстро набьёте руку и прочувствуете почву под ногами. Начнёте немного понимать, как тут всё устроено. Работая в команде, от вас нужно будет только то, что вы умеете лучше всего. Создавать графику или может сценарий, писать музыку и звуки или заниматься разработкой геймплея. Но если вы уверены, что вашу мощь недооценивают, и вы готовы попробовать в более-менее серьёзных коммерческих проектах и достаточно хорошо на этом зарабатывать, вы можете поискать работу на сайте jdjob.pro. Вполне возможно, что вам понравится заниматься одной конкретной ролью больше, чем тащить на себе весь проект, пусть даже небольшой. А по собственному опыту скажу, что создавать игры в одиночку это тоже большая ответственность, в первую очередь, перед самим собой. Ну а на этом, дорогие друзья, мы закончим. Я рассказал вам всё, что нужно знать для того, чтобы начать разрабатывать собственные игровые проекты. Переходите по ссылкам в описании, качайте, учитесь и создавайте классные, хорошие игры, а не рисуйте пиписьки на заборах. В общем, делитесь этим видео со своими друзьями, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если ещё не подписаны. Ну а с вами был Арталаски. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok